Ядерный полигон Этот регион оставался эпицентром холодной войны Вплоть до 1989 года здесь было проведено 456 ядерных испытаний Разрушающая сила взрывов оставила страшное наследие местным жителям Включая такие тяжелые заболевания, как рак и врожденные дефекты развития Жители региона продолжают страдать по сей день Еще до обретения страной независимости в 1991 году 29 августа 1991 года Президент Назарбаев издал указ о закрытии Семипалатинский полигон Завтра исполняется 21 год Со дня закрытия самого крупного, после Невады, ядерного полигона Под городом Семипалатинск на нашей территории В условиях советской власти на этом полигоне было взорвано 500 ядерных зарядов Общая мощь которых превышает 2500 раз ядерного заряда взорванного в Нагасаке, в Хиросиме Поскольку это было в густом населенном регионе, пострадало 1,5 млн человек Сегодня лидеры со всего мира приветствуют решения, принятые Нусултаном Назарбаевым О закрытии полигона и избавлении Казахстана от всего ядерного оружия Саммит по ядерной безопасности 2010 года, прошедший в Вашингтоне И саммит в Сеуле в 2012 году, стали важными этапами на пути к достижению глобальной ядерной безопасности Премьер Казахстана вдохновил мировых лидеров И перспектива мировой ядерной безопасности все более приближается к тому, чтобы стать реальностью Всего лишь 5 месяцев спустя парламентарии, представители правительств из 75 стран, а также более 20 международных организаций Встретились на конференции о запретах ядерных испытаний к миру, свободного от ядерного оружия в Астане Мероприятие было запланировано на 29 августа, проглашенное ООН Международным днем действий против ядерных испытаний Согласно единогласно принятому решению Генеральной Ассамблеи ООН, этот день теперь отмечается ежегодно В ознаменовании закрытия второго по величине полигона в мире в Семипалатинске Конференция началась 28 августа с поездки на восток Казахстана Организованного для делегатов и представителей международных СМИ Они посетили Институт радиационной безопасности, где ознакомились с результатами научных исследований Также посетили парк ядерных технологий, в работе которого используются инновационные методы производства Группа делегатов посетила эпицентр полигона, диаметр которого составляет около 130 километров Посещение этой местности производит гнетущее впечатление На всей территории, доступной глазу, простирается галеная, иссушенная местность С растущим на нем сухим кустарником На полигоне остались лишь заброшенные постройки На таких смотровых вышках во время испытаний размещались камеры и съемочное оборудование Бетонные башни в этой атомной пустыне выглядят как акульи плавники Они были спроектированы для измерения интенсивности ядерной радиации Мертвая тишина окутывала все вокруг Пока бывший министр иностранных дел Австралии не нарушил ее Обратившись ко всем присутствующим с эмоциональной речью об этой грустной главе человеческой истории Ни один из тех ядерных зарядов, которые были испытаны здесь, не спас мир от ядерной катастрофы Более того, каждый из них еще более приблизил нас к концу До тех пор, пока хоть одна страна будет обладать ядерным оружием Другие страны также будут хотеть заполучить его Позже делегаты отправились в Семипалатинск, ныне город Семей Чтобы отметить 21-ю годовщину закрытия ядерного полигона Жители города отметили этот день вместе с делегатами Состоялась церемония закладки камня нового музея МИР Который будет построен в честь жертв ядерных испытаний Владимир Чимашевич, бывший премьер-министр Польши Обратился с речью к делегатам и жителям города Семей Его призыв к продвижению глобального ядерного мира Был поддержан выступавшими на митинге политическими деятелями из Канады, Японии и Казахстана И этот же призыв стал основной темой конференции в Астане, столице Казахстана 200 участников приехали в политический и административный центр страны Раскинувшиеся посреди великой степи С 1998 года новая столица стремительно развилась и превратилась в динамичный новый мегаполис Богатый архитектурами и творениями мирового класса Президент Руслутан Назарбаев открыл конференцию от запрета ядерных испытаний к миру Свободного от ядерного оружия В Астане своим обращением к международным лидерам, парламентариям, представителям ООН Экспертам по разоружению и крупным неправительственным организациям Также он представил новый масштабный проект Казахстан сегодня запускает международный проект АТОМ В рамках проекта любой человек на земле, выступающий против атомного оружия Сможет подписаться под онлайн-петиции правительством мира С призывом навсегда отказаться от ядерных испытаний И добиться скорейшего вступления в силу договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Я призываю участников конференции и всех людей доброй воли в мире Поддержать проект АТОМ и сделать построение мира без ядерного оружия нашей важнейшей целью Конференция завершилась обращением к парламентам и правительствам С просьбой остановить какое-либо дальнейшее производство ядерного оружия А также снизить его роль в обеспечении безопасности Резолюция была одобрена единогласно Декларация также была высоко оценена Карипеком Куюковым Почетным послом проекта АТОМ Он родился без рук и стал жертвой многих ядерных испытаний Во время своего детства, проведенной на востоке Казахстана На конференции журналисты выстраивались в очередь, чтобы взять интервью и услышать его историю Мы жили в маленьком домике и вот я часто утром просыпался Когда вот дома трясли шкафы, гремела посуда, это было очередное испытание Происходило как землетрясение У меня мать умерла от рака желудка тоже, вторая группа была инвалид Конечно, мы узнали причину это намного позже До меня было у мамы двое детей, которые не дожили до года 44-летний Карипек Куюков является активистом международного антиядерного движения Мотивации к вступлению в это движение послужили не его инвалидность, а страдания других Вот этот проект Атом, он, наверное, хотел открыть глаза людям всему миру К чему приводят эти испытания Я видел очень много больных детей, которые родились с патологиями И родители таких детей прятали в домах, даже не упускали на улицу, потому что они стеснялись этого И вот мне хотелось, конечно, помочь этим детям Карипеку Куюкову удалось справиться с испытанием судьбы Не имея рук, стать известным художником, который рисует ногами и ртом Его земляки во время ядерных испытаний наблюдали яркие вспышки на небе А позже страдали от ужасных последствий ядерной радиации Ущерб, нанесенный радиоактивными выбросами, не ограничивается одним поколением Он передается дальше Сегодня проект Атом рассказывает истории жертв этих испытаний Показывая их лица, тела и жизни Желающие могут подписать петицию на интернет-странице theatomproject.org Чтобы потребовать прекратить испытания ядерного оружия Это обращение неравнодушных людей со всего мира Будет представлено вниманию мировых правительств и лидеров ядерных держав мира Которые на данный момент не подписали или не ратифицировали договор О всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Участие многих людей необходимо для компании Направлено на обеспечение будущего, следующих поколений И нужно действовать сейчас Симопалатинск стал мощным символом надежды и впечатляющим примером Новая инициатива поддерживается Назарбаев-центром Как воплощение реализации мечты, которая ускользала человечество На протяжении почти 70 лет Построение мира свободного от ядерного оружия Продолжение следует...